Друзья, привет! Подключайтесь! Юра, привет! Выздоравливай! Непонятная вчера ситуация была, что не из-за чего, и вообще эта толпа на одного не очень красива, даже если там у кого-то какие-то недопонимания, поэтому пожелаем, чтобы Ки Юра Заболотный выздоравливал, приходи в форму и так далее. Друзья, а я принесли кофе и пойдем на суд в 9 часов. Я тут рядом. Я подписал эфир, что размышлял дома. Это как бы не просто судят человека, который помогал, отстаивал Евромайдан. Это схватка вот этих, вот этого способа мышления, прозападного, проевропейского, да, мы все хотим жить в демократической стране, свободной, с правилами, с вот этим совком. Вот порох, это чистый совок, поэтому мы видим, что звук, вы пишите, что нет звука. Звук есть, друзья. Это у вас с устройствами что-то не то. Поэтому очень важно помочь, очень важно показать, что Украина, она изменилась в сознании, здесь и с этим конченным совком мы мириться не будем и вообще он должен уйти из нашей жизни. Друзья, есть звук? Это у вас, у кого-то, у ваших устройств нет? Звук есть, должен быть хороший звук. Поэтому всех вас с кофе, мы пьем кофе и идем смотреть, что там происходит. Могу вам показать утренний Киев. Как видите, люди идут, кто на работу, кто куда. В центре офиса, магазины, где-то в 9-10 открываются. Поэтому люди идут. Соня, привет. Соня, трамайтесь. Здоравливайте. Говори, привет. Вот, поэтому... А давайте я так сделаю вид, чтобы вам было и так, и так. Вот так, да? Чуть-чуть хрящатика было видно и чуть-чуть меня. Вот. Ну, вот так. А вообще, есть понимание, что, друзья, все это от того, что просто вовремя и сейчас не поздно. Просто не изменили систему, вот эту модель государственного управления. Вот и все. Не сократили весь этот державный сектор на приватный, не заменили. Ну, смотрите, что происходит. Все добираются эти ворюги, да? Добираются все эти ворюги. И что они делают? Они начинают деребанить госпредприятия. Правильно? Вот у нас Держцирк, Держкино, Держпочта, Держ, Держ... Этого ничего не должно быть. На Западе давно это все частные компании. То есть там лучший цирк в мире – это частные дюссельеи. Там лучшее в мире кино – это частный Голливуд. Лучшие в мире почты – это Федексы и так далее. Мировые западные компании. Поэтому ничего, Держ уже давно. Наталья Данилев, треба шукать заказника. Так все понятно, друзья. Мы самый главный заказчик. Но это не самый главный заказчик, да? Точнее, так можно сказать. Может и заказчик-исполнитель. Тоже такой идеолог порох. Сидит на банковой. Что тут? Долго гадать не надо. Уже давно все известно. Это внутренний враг. Это предатель. Поэтому уже давно все понятно. Поэтому. Дима, по-тримому. Пишите вопросы. Пока что есть время я могу. Смачного. Смачного. Дякую. Дякую за вчора. Так. Все, как бы было и гирше. Так. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, Дима. Доброго ранку, Україна. Дуже незвично бачити без бороди. Так. Так. И это кремомент. Привет. Привет. Друзья, кто подключился, мы сейчас пойдем на суд. Пью утреннюю каву и вам смачного и идем на суд. Потому что очень важно отстоять. Очень важно отстоять это понимание. Дать четко понять, что мы тебя, порох, не поддерживаем. Твоя устаревшая больная голова, она уже на свалку истории. Поэтому Украина выбрала про-западный, про-европейский, цивилизованный путь развития. И со своими совковыми больными устоями нехер в Украине делать. Спрашивают, признающая внутреннего ворога. Конечно, можно дизнаться. Это тот судья, который судит и приговоры незаконные дает. Это тот прокурор, рядовой вот этот маленький, который тоже непонятно, чем делает. Это этот алкаш, Луцик и порох вместе. Вот вам фамилии внутренних ворогов. Что непонятно с внутренними ворогами, друзья. Вот правильно, Игорь Шклярук, пока он стоит и подвинется. Друзья, надо, треба ебнатися. Треба, кто-то, может, друг друга ненавидит. Треба, давайте об этом поговорим тогда, когда мы будем пить дорогое вино, сидеть за одним столом и вспоминать это все, как время было. Поэтому сейчас надо объеднатись, объеднатись, кучковатись, объеднатись. Так, кто может правильно выкладывать адреса судей, адреса прокуроров, они не должны себя... Он не должен чувствовать, что в суде его полиция куча провела. Он не должен чувствовать, что если он заслуживает, то он спокойно может себя чувствовать. Никола, по поводу нападу Готсмана на... Гутмана, не Готсмана, Гутмана и Икия. Я это не поддерживаю, я это осуждаю, потому что Гутман мой коллега по цеху, можно так сказать. Чисто из каких-то этических, моральных побуждений, даже у кого бы там не были какие-то внутренние споры, разноглазия. Да, только объединяться, другого выхода нет. Друзья, уже скоро допиваю кофе, я скоро пойду. Девушка, можно мне счет? Картеры, что они не наличка, наличка рассчитана, да, наличка. Я, кстати, помимо суда еще буду сегодня на двух бизнесовых конференциях. Тоже будет интересно, что думают предприниматели, как они думают, что они, какие у них понимания и так далее. Во сколько суд в девять? Сейчас уже там, наверное, без пятнадцати. Сколько денег? Друзья, ну что, будем двигать. Так. а он в сизо под арестом нет на свободе вчера обувенщик ушел будучи на свободе можете посмотреть на утренний киев кто куда кто на работу друзья вот это здание здание к мда это отличный публичный дом отличный отличное казино отличная что там может быть какая развлекаловка центр и так далее но это не здание чиновников вообще мы должны четко понимать что нужно сокращать державу присутствие державе в экономике по максимуму я так думал что все по министерство спорта вообще не нужно министерство культуры вообще не ну и просто их можно хоть сегодня их ликвидировать что там еще вот в центре если вы туда дальше пойдете там есть улица шатара ставели там находится будивля минсоцполитики что это за соцполитика который в которой соцполитики нет зачем это зачем они вообще министерство экономики просто ненужное объясните зачем министерство экономики в стране где экономики нет а потом там дальше там же в центре целое здание этого как его управление статистики зачем это управление вообще не нужно налоговые вообще не нужны есть давно карточный перевод это налогово это просто какое-то уродство какой-то левиафан который с которым надо покончить вот поэтому вот так как-то еще немного и будем на месте ну в киеве такая погодка свеженькая еще солнышко не вышло но так свежо ну мы видим там там дальше уже стоит нацвардия вот эти машины их не полиция с нами вон и рабыла для своих рабочих месяцев можете вы можете в гугле почитать либерализм либертарианство чуть аварию не создал это чего идеология минорхизма минимального минимальных функций государства вот это будущее будущее понимание когда мест когда мне спрашивают ваше отношение к семени хину у меня нет никакого отношения к семени хина у меня есть отношение к политическим идеологиям вы можете почитать за залезть в google вот очень классная например республиканская идеология которая в америке победили республиканцы и эта идеология говорит о том а я вижу дальше эти полицейские машины много их там республиканская идеология говорит о снижении налогов о сокращении государства в экономике то есть все как раз эти правильные посылы и у нас люди должны спрашивать они что там семени хин а какая идеология вы как приверженцами какой идеологии вы есть а уже на этой платформе уже появляются личности фамилии спикеры которые той или иной идеологию ретранслируют и это друзья есть правильное понимание то есть это неправильный акцент как когда люди привязываются какой-то фамилии поэтому вот как-то так друзья подходим уже скоро я вижу уже репортеров есть мои люди подтягиваются друзья но мы видим людей совсем чуть-чуть немного но люди подходят не так как вчера да совсем немножко но есть виктория катюк нас смотрит садейский корпус а кстати по поводу судей надо сказать что нам просто нужно в украину импортировать английский суд вот и все лондонский суд в украине сделать очень такую жесткую перетестацию может и детектор лжи для них но я вот считаю что просто нужно лондонский суд в украину экспортировать как мы экспортируем там немецкие шоколадки там еще что-нибудь просто нужно взять суд его экспортировать как это сделал назарбаев в казахстане доверия к судям нет быть не может они все проворовавшиеся будут воровать они я понимаю чем почему общаясь с людьми я понимаю почему они воруют у них в голове воровство они не могут они по-другому не мыслят поэтому вот так час день час час на часы посмотрите день в календаре посмотрите адресу это печерский суд друзья трошки самостоятельности у него же кто-то заходит 10 минут подождать да? с девяти с девяти в общем еще десять минут и можно будет заходить вот ну вот это так друзья закидайте в группы репост делайте кстати кому интересно кому интересно качественный 4g интернет киевстара будет со вторника следующего есть там тестовый мтс но я не стал его брать даже тестовый потому что у меня был опыт с мтс все равно это какой-то не такой более слабый не такой мощный поэтому андрон караман мало людей подтягивайся будет больше на тебя одного станет больше поэтому друзья вот такая вот картина тихо 112 есть да вижу 112 еще какой-то канал наверно zik zik не знаю но еще вижу какой-то канал это вывеска печерского суда судья тот же пришпаренный что и был на суде Дангадзе вот мне когда спрашивают про внутренних ворогов то вот вот те они и вороги сидят вот здесь у нитки бамтс суд что это за суд это какая-то катакомба а не суд суд должен быть публичен понятен Обществу, да, судьи должны получать официально высокую зарплату, эквивалентную рыночным стоимостям, там, квартирам, машинам, чтобы судья спокойно мог себе купить это имущество. Надо сказать прямо, что людям, естественно, жить хорошо. Люди хотят жить в хороших, уютных домах, в квартирах, и просто должна быть эта зарплата эквивалентная, чтобы не так, что судью садят на 3 копейки, и он потом вынужден воровать. Конечно, он вынужден воровать. А чтоб это было, ну, вот если ты уже получаешь эквивалентную заработную плату, там, тысячи, десятки тысяч долларов воруешь, тогда уже извини. Ну, вот как-то так. Ждем. Кстати, у меня такое интересное наблюдение. Почему-то я не вижу это скопление патриотических организаций, как они себя называют, националисты, да? То есть, когда вчера нужна была картинка, они были. А сейчас, когда нужно прийти реально поддержать, и уже 9 утра почти, почему-то их нет. Вопрос к размышлению. Почему, когда надо, их нет, а когда не надо, они есть? Мне кажется, это такой вопрос к размышлению. Да, просто интересно нам, почему. Псевдо-националисты. Люди потихоньку подтягиваются, сходят. Кстати, люди собираются, мы видим, да, не агрессивных никаких нет. То есть, что было вчера, что это была за постановка. Каждый думает сам. Там уже пускают. А есть 9 по времени уже, да, нет? Без двух минут. Без двух минут. Ну, видите, уже все заходят. И если что, скидывайте на карточку, на карточку скидывайте. Это обязательное условие, люди должны привыкать к этому. Люди не должны никому. Что-что? Да никому не должны никто. Как получится? Это правильное формирование и правильный посыл. Я говорю, посыл правильный, а вот сейчас никто не должен. Это сейчас. И что, нормально скидывается? Ну, мне 100 гривен там скинули. Отлично, я рад за вас. За лампатраска. Знаешь, так мы интересно их делали. Беркутов били там. Если тебя не оплачивают люди, то тогда вопрос, откуда у тебя деньги. Правильно, логично? Это не вопрос, я могу ответить. Не, ну по логике так. По логике вроде все правильно, так? Привет, подписывайтесь на Вадима Торопова. Капец, реклама в прямом эфире, но это нахабство. 94 человека, и вот так, перехват. Чужие, вот так всегда. Масоны приносят камеры, где надо что-то сделать такое, чтобы они начали работать на тебя. Привет. Красивый, да, пойдет? Для утреннего эфира нормально? Мне понравилось. Ха-ха-ха-ха-ха. Добрый день. Добрый день. Так. Гляньте, какой красавец мужчина. Так, а вот и полиция прибыла, друзей. Ты мне показываешь, и кажешь, полиция. Ты чё? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Здрасте. Очередь, да, людей там много? Блин, не могу прийти, не можете прийти, делайте хотя бы репост на свою страницу. Друзья, не можете физически прийти, значит, помогаете, хотя бы делайте репост, закидывайте в группу. Это тоже помощь. Хлопцы, мы надеемся, что полиция с народом. Я на всякий случай, вот почему бы сказать, что я наказал. Друзья, ну мы видим, что суд начался, да, люди, ну, фактически люди заходят. Почему-то станом на девятую годы, но мы не наблюдаем там особых организаций, которые рвут на себе рубашку и доказывают, что они там чересчур сильно вболевают за Украину. Поэтому выводы делаем сами. Да, я уже здесь, что-то помогу. Так, ну, пойдем уже и мы. Я выключаюсь, можно я до француза пройду? Упокойно разогреться. А надо, это, да, по этому, по пропускному. Раз. Я не нарываюсь, я не могу сейчас приехать. Я их поведомил, я не просил на приехать, я на посещение и не прошив перенесли. Чтобы прийти в суд, надо показать удостоверение, такие правила. Могу повязковую, я его за вашим индивиду сказал, замужляйте поблагодарить. Так, бля. Я его заставлять не буду, если он хочет, я не буду. Я его на это не подорваю, но если он будет против, то ему право, то не знаю. Соглашусь. Я его заставляю. Соглашусь. Я не знаю, что они ссорятся, я спокойно зашел. Всем привет, мы опять в Печерском суде. Как всегда. Партия 5.11, обратите внимание. Партия 5.11, новая ремей. Не, за рекламу. Ты за рекламу заплатил партию или как? За контачиваю. За контачиваю. Ну вот R5.10 пусть нас контачивают. Ты прям так сегодня по войне чему настроенный такой мужчина? Я вчера просто был добрый. Добрый, а сегодня ты злой? А сегодня я не совсем. Не совсем добрый, это отмечательно. Пока еще не злой, но не совсем. Ха-ха-ха. Не до 3 самого первого. Так. А чё ты… Чуешь? 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 Ты очки один специально, чтобы получить? Не, я не бачу. Я не бачу, я не бачу. 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 Друзья, чекай. 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 Уже так 27 лет мы чекаем, а чогось… Чекай. 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 На 9 уже начало 10, нечего, да? А еще кажут, что не призначили. А еще не призначили? Вот это мы эти курицами, они... Что? Опять? Опять ты? Кого? Как сказал брат Ташко Белый, четыре года назад, кого не пристрелить? Того посадили. Так оно и есть. Но это все делается с пассивностью людей. Если бы люди были трошки активности... ...будут такие, какие они есть. Пассивность людей. Сколько ты можешь миллион раз кричать? Пассивный, активный, это не важно. Виходят одни и те самые люди. Виходят одни и те самые люди, пассивные. Что вчера, что сегодня, что до этого, четыре года назад. Да, все старые кадры. А те, кто был пассивный, ты знаешь, не реагированный, не... Половые органы патента невозможно сделать активным. Оно либо есть, либо... Либо потенциал есть, либо нет, да? Да, либо в людине все правильно, да, и это правильная людина. То есть активная, социальная, активная. Либо это людина, або это людина в травах. Слушай, мне когда говорят, я политический, мне кажется, это какие-то сумасшедшие и невменяемые, и душевно больные. А политические? Нет. Скажем так, обычные люди. И слава Богу, что мы не належим к обычных. Мы люди надзвичайные. Правильно? Саша Кравчук, Саша Кравчук, это не наезд? Саша Кравчук, это наш Саша Кравчук, он стоит сзади. Весь сюда, Саша Кравчук. Ну вот такие справи. Саша, люди питают... Интервью. Люди питают твое интервью, Саша. Иди сюда. Просим. В студию. Ничего. И что? И что? Что вас просить, друзья? Скажут, что тебя спитать. Да, понятно, что влада, вместо того, чтобы заниматься безусловно выполнением своих прямых обязанностей, это увеличить состояние народа, решить вопросы по войне и поддерживать Конституции во всех случаях. Вести антикорупционный суд. Она занимается тем, что фальсифирует дела против людей, которые защищали безусловных людей от злочинцев, которые убивали людей на Майдане в открытом режиме. И этих злочинцев тысячи. Через то, что все те, что были присутствием, когда расстреляли безусловных людей, есть злочинцы. Потому что, соответственно, по закону Украины правоохранитель, когда видит, что совершается злочин, он обязан остановить злочин и защищать злочинцев. Когда расстреляли людей, это совершается злочин против людей. И все. Дякую за комментарий. Такой комментарий. У нас, кстати, Лиза Богоцкая. Мы можем передать Лизе привет. Да, Лиза привет. Там, ну, друзачками. Давай, давай. Деньство владельцев. Деньство владельцев. Отключи от зала. Открывай. Отключи от зала. Отключи от зала. Сейчас мы отомкнем комнату. Да, расположимся в самых больших местах. Марина Гончаренко пишет, я Сашин друг, поблагодарите его. Марина Гончаренко привет нам передает. Марина Гончаренко, я Сашин друг, близкий. Найкраще поблагодарю. Найкраще поблагодарю. Сашин друг. Да, да. Проблагодарю. Я долезаю, отлично. Ждем. Да, это стыдная, вот селка 4,5. Я скажу, что у тебя есть, переходь на стыдку. Алло? Кто? Берю, ты берю, что шляпка, кинек-тек. А, терматика, кто-то, да. Ты не готов, чтобы нахищищая. Не очень, но давайте слушать. Как получается он, наверное, рассказывает. Ну, сколько на рассказ? Как вот, ну, куда этот-то... Говорит, ну и есть, да. Ты можешь у него взять, но я тоже не знаю. Всем собравшимся, привет из Мариуполя. Дай вам привет. Делайте репосты, друзья. Да, да. Пусть Екатерина обращается. Спасибо, да. Потому что социально не было. Да, да, да. Вот, смотри. Пусть Екатерина обращается. Тут где-то есть... Лучше к ним. Вон, смотри. Вон. Вот здесь стена, где открывает. Да. Да, да. Ничего себе, не знаю. Нет, да. Шеуууууууууууууууууу. Ну, пошли. Мы посмотри. Вон, пошли. Да, да, да. Упишите, это... Лена Шишкина, нажали из Бродянска. Лена, вы можете допомогти, сделавши репосты. Кто не из Киева, сделайте репосты, закидайте в группы. Это какая-то минимальная ваша помощь. И на Рингис в Украине все получится так. Так, якщо люди будуть активні, небайдужі, то все вийде. Друзі, нам потрібно трошки єднання, трошки координації, трошки між собою комунікації, і все буде дуже добре. Якийсь мінімально необхідний мінімум. Я Бандера. Закарпаття підтримує, Закарпаття робить репост Юрий Заяц. Ильянка перешла от Свободы, да, тут є Ильянка. Якщо вам цікаво Ильянка, то могу в нього щось спитати. Що, яке вас питання цікавить? Щось спитати. Не просто вам, а робимо репост, друзі, хто? Неаполь. Неаполь. Лесья Українка. Неаполь. Неаполь робить репосты. Закадайте групи. Сім ви можете допомогти. Как сделать репост? Поделиться должна быть кнопка. Либо зайдите с компьютера на мою страницу и там должно быть поделиться. Либо с телефона там есть поделиться прямо сейчас. Такая кнопка. Бельгия поддерживает. Бельгия делает репост. Обовязкова Марина Антонюк. Германия. 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 Також робимо репост. Германий. Германия. Репосте everything. Германия. за комментариями. Чтоб спитали реально в комментариях, Ольянка подойди спроси. Вы почули, если будет возможность, то Ольянка возьми на порога. Азов есть, я не видел Азова. Нема их, да? Свобода моя, педит и так. Тобто, Ольянка сказав, что возьми на порога, если будет такая возможность, что значит, если будет возможность, то посмотрим. Можливость всегда есть. Пишет заяву и берет на пороги. Как? Надеюсь, что есть. В самом деле, субтитры, 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 субтитры. Чернивцы верят и поддерживают, в Чернивцы делают репост. Оресту привет. Знаю Оресту так. Оресту привет. Орест, Орест, где ты? Ты же просил меня вчера, телефоновал. У меня на ноги. 12-ти в день вечера. Еще раз, еще раз. Служители за кого? Чияты? Ну я уже говорил ранее, что это непросто. Да, да. Хочут взять человека или заарештить. Это некая... Так. Мы сталкиваемся с философией мышления. Про Захидную, про европейскую люди в войне. И люди, которые себя защищают. И с этим совком, с этим таким низменным, отвратным, конченным. Что в головах у Порошенко и Луценка и тому подобное. Тобто, это не просто арештовывают человека, а это зиткнение мыслей. Мы должны защищать свою страну. Мы должны поддерживать свои права. Мы должны ходить на акции протеста. В этом году нам необходимо. И нам необходимо, и общество и институт вуличного протеста. Как в Франции. На 2% что-то подняли, и Франция встала. Так и в Украине. Что-то не так, все собрались. Будет. Мы имеем в это веру. Нужно менять систему. Систему не изменили. Какие там патриоты. Нужно понимать, что такое система. Система. Что такое система? Вы знаете? Знаю. С чего она складывается? С чего она складывается? Та нет, это общие слова. Она состоит из налогов, из чиновничего аппарата и так далее. Самое главное. Там есть конь. Как? А, есть ли вы? Есть. Вечером вы, кушаетесь на кушаетесь, вверх. Вечером вы, кушаетесь на кушать. Вчера. Вы варенка, вот и руки. Все такие. Все так хотела. Продолжение следует... 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 Не надо... Продолжение следует... 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 это понимание в головах повеленно появится я до речи прийшел Юрий Деревянко упс 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 трохи не впав у Юрия Деревянко мы сейчас спитаем в коментарях питали, чи взагалі готові нардепи взяти на поруки людину я думаю, что в час, когда таки можно принципиально жоден перпутявець, чи інший судовець не сидит за розстріли на Майдане а сьогодні ми бачимо ці події, які розгортаються от, коли людину начинают занувачивать розстрелы то я вважаю, что людина потребует как минимум доброго адвокатского захисту и она потребует того, чтобы никто не мог правоохранить и правоохранная система не могла его до него тиснуть а все обставления справа, звісно, надо выясняться, что там происходит но вопрос не в том, что сейчас пытаются общество подать а в том, что за четыре года реально никаких исследований нет, никаких детей покаранных нет и небесная сотня сьогодні остается поза увагой общество и те люди, которые давали команды и выполнили эти команды они также кто-то втек но кто-то еще в Украине и естественно в этом направлении все это не ведется но мы тут ну то не понимая ситуация все видели снайперскую винтовку Пашинского а Пашинский не сидит не расследовал что это за винтовка почему она там появилась а человек уже это мы сейчас говорим не про ту или иную винтовку Пашинского мы сейчас говорим про абсолютно зрозумелых людей которые использовали венепальное оружие против мирных людей на Майдане которые убивали просто физически говорим про то что уже четыре года ведется следствие а не нет результатов и почему их нет потому что Генеральная прокуратура не хочет эти результаты обеспечить или потому что это какие-то договоренности или покрывание злочиня и этот факт который сейчас резонировал в общественной факт по этим свечениям я так понимаю люди я там давала какие-то интернет какие-то комментарии взагал привертаю увагу до всех подий которые происходят по имени подъек оценки подъек питание слочинцев которые бывали я тут дякую за комментарии люди дякую дякую друзья мы продолжаем чекать чекаем початку суду мы бачим что есть понимание взять человека на пороге здравствуйте бачь еще напускают а мы уже тут подъек 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 Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, пока еще чекаем Клуценко призвал брать в руки оружие Клуценко не сидит, а людей садят Да, как-то странно, не совпадают у нас пазлы Куда? Сюда Кого? Нож Для ножца Ну, сейчас Проходил первый раз? Нормально Сейчас вышли покурить, понял? Ну, я уже все рассказал Друзья, пока еще Мы все чекаем Сейчас так поставлю Вот так Пазлы не совпадают, бо в квартире Вы запроданцы в резнице или в житии Раиса Так Где такое? Да, так Это логика Сергея Поха Что скоро будут судить добровольцы, которые были в АТО То есть Эту конченую логику надо ломать просто в корню Потому что Все должны четко понимать Что это за звон Что это за колокола Так, друзья Пишите свои комментарии И надо четко сказать Что все О Пришел судя Все это происходит Потому что И ушел И ушел Зашел Зашел, так Все это происходит А пока не изменена система Державного управления Как раз Кладется З податков Держсектору Поборьев Взяток Чиновников И так далее Придум Само это надо менять И тус Зменить А все Идя Взяток Не надо Прорывай Демал Добрый день Я Взяток Здесь Добрый день Добрый день Добрый день Добрый день Субтитры делал DimaTorzok 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 Захисник народу убивает все свои гнезды. Я думаю, что сейчас есть старый момент. Когда я находился в Писках, я позвал вас. Кто для захисника может намалювать территорию, где он должен увидеть злочин и остановить его? Как вы думаете, почему прокуратура вам интересует? Какая мотивация? Мотивация очень простая. То, что побудовал Янатолич сегодня, подсилил Порошенко. И достаточно мотивация не дает народу жить свободно. Но облидет его. Вы должны только подпишись? Какая мотивация? Нет. Прежде всего, что это какой-то политический бред. Вы просто говорите, что вы там куда втикали? Куда вы уехали? Я так понимаю, в Польшу, да? Я виглядаю на то, что я втикаю. Дивите, вся версия будет в ходе сегодня озвучена. Ви будете там бачить. Відповідно, мы еще маем погодить між тобою опозицией. Правильно? Захисту. И все, решта, вы побачите в ходе судового заседания. Я прошу вибачу, нам нужно длительно ехать. Представьте, будь ласка, в челюсти для Розька. И какой вы запобежный захистите? Я скажу вам еще рад. У нас есть возможность поехать? И не называйте правоохоронцами тих, кто сбывал людей. Ваня, у меня ничего на кишке. Трешите. Ваня, это что? Друзья, идем на Арсенальною, туди, куди произошел электронный распредел судов. Ну, мы знаем этот электронный распредел. Нема там никакого электронного распределу. Там они в него втручаются, как вхочут в той распредел. Куда вы пришли? Машина здесь стоит. А, машина. Какая машина? Сколько машин есть? Сколько влезли в машину? Мы на переезде тут. Алло. Пятером. О, пятером. Пятером, отлично. Ты на машине? Какая адреса? Какая адреса? А, адреса, адреса, скажите адресу. Христовый правулок 4. Христовый правулок, да. Христовый, друзей, правулок 4. Я приду в пещеру. Колишня Герцена, Петерский суд, Колишня Герцена 4. Герцена... Христовый правулок, он сейчас на машине, или нет? Лиза. Ну, это не важно, как миленица маленькая. Спортивная. А есть место в Лизане? Маленькое, но один человек может сзади ляже там. Подъезжает, не? А сколько суд? Тромов же Льва Толстого дал, он в этом начало. А сколько суд? Да, на Христовый. Не, на Христовый. Да, на Христовый. Да, на Христовый. А кто на Христовый? Ну, Сити. А Динамо бежит? А я глядя. А я глядя. А я глядя. по-спортивному одеться, вот и все. Едем? Едем. Ну да, конечно. Зачем? На метро, на метро, на метро. Пацаны, вы идите на метро. Где Ваня? Да, машина есть, и на машине я сказал, что мы за ней ведем. Ну поехали. Блин, я еле припарковалась, сейчас же везде они, ну идиотство полное с этими парковками. Бляха-муха, у меня зла не хватает. Ну вы отменяете парковки по обочинам, сделайте нормальные паркинги в городе. Чем щемить народ для того, чтобы не знать, где стоять, проезжать лишние километры, это идиотство. Кличко, ты идиот полный. Ты не только не умеешь говорить, ты и думать не умеешь. Это я тебе как водитель говорю. Все, думаем, а кто нам из рук начался. Дима, ты с нами едешь? Да, будет там трошки, трошки. Ну мы сзади тебя. 0,5 место будет. Да, 0,5 место. Лиза молодец. Лиза красавец. Ага. Ну да красавец это еще далеко. Не скромничай, не скромничай. Так. Друзья, и демо, наша дружная компания. Туда пять минут ехать, да, друзья. Едем он туда. Это вот специально делают для того, чтобы это дело... Давай. Это так делается у тебя? Да, это так делается. Хорошо. Это делается все специально для того, чтобы замутить все. Потому что там вообще микроскопические залы на этом крестовом походе, переулке. Вообще микроскопические. Я помню, как там судили мэра Выжгорода, и там три человека вместилось и задохнулись от отсутствия кислорода. Поэтому специально туда переносятся. Знают, что сегодня будет очень много людей. Будет большая поддержка. Пошли сюда у меня тут наверху. Вот. Будет большая поддержка. Сережа, ты куда? Иди сюда. Вот. Поэтому... Поэтому... Конечно, все это делается с одной только целью. Чтобы часть народа сейчас отвалилась, не пошла. Чтобы решили, да ну его нафиг, туда ехать, как туда доехать. Пока доедем, не доедем. Суть вся в том, что власть уже перешла все границы. Полностью. Если они начинают уже судить героев Майдана. И не судят тех, кто совершал государственный переворот, по мнению генерального прокурора. Поскольку он сказал, что второй государственный переворот не позволит. Значит, первый он не только позволил, но и был в тех, кто его возглавлял. Мы все помним, как он призывал вести оружие. Более того, он сказал, вот-вот, завтра утром в 6 утра оружие прибудет. Мне сообщили. Вы помните, как он призывал всех пызды ты пидоасев. А потом будут бандитом Теумы. Мы это все хорошо помним. Все эти записи сохранены, растиражированы, размножены. Все это есть. Мы очень хорошо помним, как Турчинов, когда был на сцене. Помните, что-то его там зацепило, он упал. И как нищук стал орать. А-а-а! Батеньки Светы убили Турчинова. Лучше бы убили, честно говоря, скажу. Ну вот, его на носилках несли. Это ж надо, трагедия такая. Ни одна пуля не попала в этих организаторов беспорядков, как они говорят. Ни одна пуля. Зато убита наша небесная сотня. Теми, кто теперь по мнению вот этой самой прокуратуры, по мнению вот этих пидоасев, которых пызды ты ты, как сказал наш уважаемый генпрокурор. Так вот, теперь эта генпрокуратура считает, что вот те Беркута охраняли общественный порядок, убив небесную сотню. Вот такая охрана общественного порядка. То есть как бы он, как главный пидоас, теперь взял это все на вооружение и будет точно так же наводить порядок. Я вижу это только так. Злость, конечно, у меня кипит сейчас. Не нужно таких слов говорить. Я не Луценко. Но вы понимаете, эмоции, когда захлестывают, когда действительно героев уже обвиняют и садят, это уже просто называется крышка. Государству пришла крышка. Все. Больше государства у нас нет. У нас есть олигархически, клановый, феодально какой-то там непонятный кусочек, который остался неоккупированный Россией и который, собственно говоря, экспансирован той же самой Россией. Россия осуществляет... У нас здесь будет, ничего не пропадет, да? Да, ничего. Россия осуществляет экспансию постоянно. Церковную экспансию своим московским патриархатам. Политическую экспансию выражается, которая в том, что руководит государством нашим вся та клика, которая является посудниками путинского режима. Путин сам их утверждал, каждого. Иначе бы не было бы Фирташа. Прошенко знал, что он будет президентом еще задолго до Фирташа. А к Фирташу он ездил именно для того, чтобы расставить по точкам, кто чем будет руководить. Что Муженко будет заведовать генштабом. Что Полторак будет министром обороны. Что Матиос будет возглавлять военную прокуратуру. Вы посмотрите на биографию Муженко и Матиоса. Ведь это же те самые люди, которые возглавляли силовой блоку Януковича. Что изменилось? Что изменилось? Они клепают сейчас дела против патриотов. Ничего не изменилось. Все, мы садимся и едем дальше. Дальше там уже продолжим. Так, так, так. Так, друзья, будем ехать. Так, 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 так. Так, вмещаюсь. Раз, два. Так, люди пишут, да, мы под оккупацией ОПГ. Италия смотрит, поддерживает. Италия, делайте репосты. Вот очень хорошо, что Италия поддерживает. Потому что когда мы поехали на акцию Канакову и планировали сделать это совместной акцией с итальянской, с нашей, Италия не сильно нас поддержала. Суть нашей акции была такая, у нас руки длинные, мы всех достанем везде. От нас не спрятаться, не скрыться. Я извиняюсь. Алло, Влад. Алло. Я ему пишу. Вот сейчас тебе француз, Сережа сейчас тебе напишет. На Крестовый переезжаем туда. Да, да, да. Едь туда сразу. Сюда не едь. Да, на Крестовый ездь. Да, 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 да. Ну мы уже... Ну мы уже впихнулись в мою... Не, не, Влад, едь туда. Мы уже впихнулись в мою машину, едем. Давай, едь туда сразу. Ага. Да, да, да. Ой, ну там буквально сразу, там Печерский суд, этот сразу находится. Да, там вот. На Крестовом, буквально. Вот это перекресток с этой, с Московской. Московская, Крестовый переулок, там они находятся. Буквально на Крестовом. Крестовый переулок мы едем, друзья. Да, да. Так мы сейчас направо, да? Может по Владимирской, а, он, да, выходил. Да, по Тампова. Я, знаешь, что вот, Дима, думаю, что... Ближай... А, давай вот эту штуку. Очень много сидит. Очень много находится под следствием. Вот то, что с Ваней Бубенчиком, это, конечно, апофеоз всего. И я так предполагаю, что в ближайшем будущем нужно ждать, допустим, ареста меня, поскольку я отказалась от российского гражданства. И скоро будут арестовывать у нас за это, за то, что отказываются. Мне кажется, что это все далеко нет. Это все вот на расстоянии вытянутой руки находится у нас. Скоро нас всех будут арестовывать за то, что мы орали «Путин хуйло». Понимаете, в чем дело? За это будет уголовная ответственность. Это мы просто уже, ну, в такой стадии деградации политической находимся, что терпеть это невозможно, нереально совершенно. Что по страну? Те, кто не погибнут, их будут сажать под надуманными предлогами разными. Будут у них дома обыски, их будут загибать, их будут тащить по судам, по этому странному СБУ. Это нереально вообще даже себе было тогда представить. Я очень хорошо помню, как Нина Матвиенко, знает все Нину Матвиенко, тогда еще во время Майдана сказала, я проклинаю всех, кто затеял этот Майдан. Я проклинаю, потому что это не та революция, на которую вышли люди. Это просто новая дележка. Это один клан меняет другой клан и будет просто перераспределять ресурсы. Тогда очень многие обрушились на нее, что как это так, вот мы вышли. Да, люди вышли. Люди вышли за свое достоинство, люди вышли за лучшую жизнь. Так же, как и мы сейчас выходим. Точно так же, один в один. Только мы сейчас пытаемся это делать мирно, потому что мы знаем результаты того, что бывает, когда бывает немирно. Какие подонки приходят к власти, какие твари приходят. Это просто уму невообразимо все. Ничего, мы все равно добьемся результатов. Мы все равно их всех поменяем. Мы все равно спокойно их уничтожим. Спокойно, тихо, не больно. Без паники. Без паники, без шуму и пыли, я казав Андрею Миронов. Не, Папанов, казав, да. Без шуму и пыли. Вот все таки. Луценко себя уже проявил так, как, ну, знаете, просто нереально себя представить в любой другой стране. Когда чувак вылетает с топором, раскольников такой, да. Вылетает с топором, потому что чувствует угрозу от двух человек, которые просто сидят в палатке. Пикетирует его дом. Все. Что можно сказать о генеральном прокуроре? То есть крыша едет? Да, она у него давно уехала. Она у него уехала еще тогда, когда он во франкфуртском аэропорту сцепился с этим, с полицейским и душил это бухой в задницу Луценко, душил этого полицейского. И что в результате, вы вспомните, да, что в результате? Его Юлия Владимировна отставила, да, в отставку отправила. А после этого взяла его исполняющим обязанности министра. И он еще долго, спокойно, нормально исполнял эти обязанности. Я, кстати говоря, не удивлюсь, что если Юлия Владимировна будет президентом у нас, что она опять не возьмет Луценко. Один из тех же стос тусуется, тусуется с 25 лет одни и те же. Это просто нереально. Вообще вот думать об этом страшно. Когда мы сейчас начинаем эти все фамилии перебирать в голове, думать об этом страшно. Каждый из них, вот я слышала, пока ехала, у меня был стрим включен, Дима, я слушала. Про систему ты рассказывала. Ты 100% прав. Любой, кто из старой и старой вот этой системы, кто у ней когда-то работал, придет на место Порошенко. Даже с новыми какими-то воззваниями, возгласами, он будет работать точно так же. Единственное, что я скажу, что меня ужасает следующее, что каждый последующий президент хуже предыдущего. И куда уже хуже Порошенко, я себе не представляю. Но если по этой аналогии судить, то любой, кто придет из старой системы, развалит страну до конца полностью. Страны не будет. Вообще не будет государства у нас. Абсолютно. Ну вот как, вот я вчера писала пост об этом, не буду назвать фамилии сейчас, чтобы не было всплесков эмоциональных в сети. Но уже, ну мы понимаем, что гонка уже началась президентская. Она еще не объявлена, но она началась уже. И вот претендент в президенты, один из рейтинговых довольно претендентов, говорит о том, что он все изменит. Все изменит, полностью конституция изменит, все уничтожит, пост президента уничтожит. Все будет по-новому, ничего старого не будет. И этот претендент покупает подарки какие-то кому-то в большом количестве на Пасху и клеит туда символику партии. Это такой древний допотопный метод, который вот здесь вот всех тошнит от него. Вот как человек может гарантировать, что он будет работать по-новому потом, если он поступает по-старому сейчас? Как он может потом вдруг измениться? Никак. Никак. Я вот, вот эти все вещи, они меня, честно говоря, дико-дико... Люди не меняются. Не меняются, совершенно. Люди не меняются. Кто уже раз... Да, сейчас я этот самый жарко очень... То есть это старый политический хлам? Хлам, да. Хлам, именно хлам. И ну, понимаешь, как бы, да, там очень много есть тех, кто за Юлию Владимировну и считают, что вот она одна может. Кто-то за Гриценко, вчера со мной кто-то сцепился, что... Почему я сказала, что смешно представить себе президентом Гриценко? Ну, во-первых, я не писала, что его смешно представить. Может быть, и не смешно, конечно. Но дело в том, что мне смешно себе представить, что Юлия Владимировна будет как единым кандидатом оппозиции голосовать за Гриценко. Я уверена практически, что хоть Чумак и говорит там тысячу раз, что он будет там за единого кандидата, которого выберут, но он себя представляет этим единым кандидатом. Так же, как Гриценко, только себя. Так же, как и любой другой, кто объединяется вот в этой вот аморфной такой, скажем, в аморфном образовании под названием единая оппозиция, которая выберет кандидата, мечтает, чтобы только этот кандидат, только он. Вот тогда он проголосует за него. Я не верю в это единение. Вчера мы видели, что было с этими националистами вот этот марш их. Где были собаки, где были автоматы, где были эти пулеметчики нацгвардейские, где были автозаки, где были эти все, эти, как они называются, металлоискатели или детекторы какие-то там, да? Заборы. Заборы, где были? Ничего не было. Спокойно прошли, и Тегнебок, послушала речь Тегнебока. Ну, 95-97 год. Вот такое впечатление, что он вот как застыл, ну, не 95-й, конечно, может быть, 2004-2005, вот он застыл на том уровне и говорит на том уровне. Все, время идет вперед. Мы не успеваем за временем, мы живем в какой-то старой древней эпохе, мы не развиваемся совершенно. Молодежь уезжает, а мы деградируем. То есть государство обречено на вымирание, а особенно с вот этими вот нашими перлами, которые выдает тот же Рева, что нужно меньше жрать и меньше жить пенсионерам для того, чтобы хватало пенсии на какие-то там остатки дней. Можно? Говори. Говори. Ключи-то. 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 Говори. Я, дивизия, я не буду размышлять, скажем, блуждать, растекаться мыслью по древу. Вот смотрите, скажу я вам. А я растекаюсь, значит? Нет, сейчас я скажу кратко, я то есть наочно, чтобы понятнее народу было, скажу так, дивиться. Західная Украина, да? Там уже в облрадах, на всех щаблях влады давно свобода стоит, уже років 10, мабуть, да? Все, Тернопольская облрада, Ревенская, ну я точно процентно не знаю, но там, что партия Свобода и националісти мають дуже вагомые позиции, это однозначно, да? Ну то есть, если бы люди выступали с какими-то антикоррупционными инициативами, а они, ну, насколько я понимаю, они просто в тех схемах, которые в тех краях иснуют? Конечно. Они включили эту схему, те же корупционные, те же ревенские, те же янтарные, я не думаю, что там могли бы решать вопросы, янтарная мафия, все, без депутатского корпуса, яка в местных районах, а кто в местных районах, они, а для меня, как то есть, для пересечного гражданина, ну, в принципе, дивиться, наочном скажу, Я понимаю, сейчас гаишник, да? Политфлицейский сейчас, да? Ну, мне, яка ризница, объясняю просто народу, яка мені ризница? Цей гаишник вишиванки будет у меня 200-500 гривен просить, цей колядувать? И на украинский, на щире украинские мовы. Чи он, який он мой будет? Яка ризница? Поменять? Вишиванку на косоворотку на русскую балалайку? Ну, в принципе, це... Смотрите, да, вот я говорю на... Я так кажу, цей самый, на цей самый менять, да? Орган на орган менять, время даром... Дедушку на бабушку, короче, да. То есть, ну, сенсу я не бачу. Вот смотрите, да, вот, Дим, вот сейчас едем, я говорю чисто на русском языке, потому что я русская, я выросла на русском языке. Сережа, мова, потому что он украинозидчивый, родился и вырос на украинском языке, и живет на украинском языке. Слуха. Но, не, теми геев. И такое, и однажды было, где-то года два назад, я написала, что, о, о, думаю, сейчас гей, и все, и пойдет вот такой же срач по геям. Что ты думаешь? Гей, мова, НАТО, не НАТО, то есть все, как технологии были пропортированы, те же самые технологии остались, только из другого бога. То есть манипуляции по них тоже. Абсолютно точно. За то, для людей, скажем так, меня тоже трубует, да, украинская мова единая, и украинская церковь полностью, все это для меня, как само собой, это понимает. И государство, это должна быть единственная государственная мова, единственная церковь. Это, само собой. Но, раздувать, все, пожар я не буду, потому что в стране есть более нагальные потребы. Украина не помирает от того, что там какой-то батюшка сикась-накось хрестится, это так, это же авторично. Это авторично, да, это пиль, это полога, которая витром вздувается. Основное побороть, я говорю, мы опираемся на традиции украинского народа, да. Да, 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 да. Хлопцы, так вот традиции украинского народа, это кумовство. Кумовство, это же никто не подумал. Это традиция украинского народа. У нас оно, один кум другого, он прокурора ставит. Это есть украинская традиция. Есть традиции, которые надо выкидать, вырезать с корнями, обрубывать. А есть традиции, которые надо халить или леять. Это все. Это все. Первичная, первичная сторона в краину губит коррупция, беззаконие. А ну-ка, секунду, вот, Дима, вот сними слева машины, стоят на обочине. Да. Обратил внимание, да? А почему стоят на обочине? Потому что их штрафуют за то, что они стоят на дороге. А на обочине это нормально. Это идиотство, ну, просто невозможно, оно не укладывается, то, что я говорила по Кличку. Это идиотство, которое невозможно совершенно себе представить в нормальной, развитой стране. Вот такое, да? Заняты все, вот это что будет с тротуарной, плиткой с этой все, да? И никто не думает. Сейчас об этом Кличко не думает. Очистить нужно дороги. У Светианны, учителя обастуют гендерно. Да там возле Кличко, сегодня здесь, сейчас везде. Не, не, не. Гендерная идеология кричит... Ну, кто-то протестует против этого. Ну, кто-то протестует, кто-то организовал. Я говорю, конечно, что-то протестует, кто-то против чего. У нас постоянно протест... У нас протест, мне нагадывает, знаете, как это... Сегодня спорят, кто будет с верху, мужчина или женщина. Сегодня так протестуют, потому что женщина хочет быть с верху. Завтра, кто-то протестует наоборот, ну так, как голову навеяло, так и навеяло. Это гендерная идеологика лечит детей. Ну, я не знаю, я был дитиною, и у меня ничего не скалючилось. Дитина стабильной психикой. Не, вы знаете, меня так, меня смешать тоже, дуже смешать, что пропаганда гомосексуализма. Вчера кто-то, я дивился, МАШ, там пропаганда гомосексуализма, все это. Если я, вот, дивился, если я нормальный, вменяемый дядько, да, даже я был нормальным, меняемым юношей, подростками, все это. Сколько меня не пропагандировало, мне почему-то... То-тех. Вот я думаю, что, мое такое впечатление, что протестовать, вот, мелко, очень протестовать за институт семьи или против какой-то там гендерной неправильной политики или еще, это слишком мелко. Или протестовать против там какого-то закона, который по здравоохранению принят. Или еще что-то, это слишком мелко. Менять надо все. В корне. В корне полностью снимать всех, кто есть, убирать, садить, выгонять. Полностью совершенно других людей брать. Совершенно другой идеологией. Чтобы не было вот этого вот идиотства, что вот это... Смотри, да, вот сколько же людей надо было, ничего себе, да, сколько что... Ну, я не буду говорить о том, что там, сколько это стоит, но я представляю себе приблизительно, сколько людей нагнали. Самое главное, понимаешь, люди-то выходят, когда люди выходят массово, они могут выйти за ущемление своих прав, скажем, финансового характера, например, да, за тарифы, за, скажем, то, что там цены выросли, или зарплаты и пенсии там убавили, урезали, или, допустим, не набавили, или там еще что-то такое, да, что не соответствует жизненной потребности человека, например. Ну вот, чтобы вот такое количество людей, как сейчас здесь вышли за гендерные права, или институт семьи, я, честно говоря, не верю, что это люди вот по собственному, знаешь, вот такому порыву взяли и вышли сюда. Ну, может быть, студентов нагнали, отменили занятия, сказали там, вот вы пойдете, то есть, скажем, если это не деньги, то какие-то другие преференции, при которых... Да, есть такое украинское слово, йомкое, абы шо, абы шо, абы шо, за гендер, чего выиграл, пришел, абы шо, чого стоишь, абы шо, и в тот же час эти мелкие акции, они расхолаживают, они раздергают пядей, расхлестуют, я багачу, багато моих... Да, да, технология, ты за это, то есть те люди, которые могли бы за что-то конкретное, разумное, доброе, светлое, собраться, а их просто один какой-то повод, или за гендерное, третий, против того, против того, их русников, они втомлются просто. Я думаю, честно говоря, что это вот, что собрались, мне кажется, что это вот вчера националисты собирались, это продолжение, потому что они очень ярко выступают против ЛГБТ, против этих маршев-геев, мы помним все эти битвы, которые они устраивают, да, за такой крепкий институт семьи они выступают, так что вполне возможно, что это их продолжение вчерашнее, сегодня. Да, выступают за крепкий институт семьи, а у каждого другого уже по третий раз женатый, минимум. Да, это, кстати, правда. А еще там какой-то третий, пятый, не будем говорить о такой. ЛГБТ, а я скажу вам за ЛГБТ, то есть про этих самых, я мягко говоря, геев, лесбиянок, да, я скажу, кому что болит, тот о том и говорит. Вот меня не турбует, ни тени, ни тени, ни тени, я не турбует, я про это и не говорю. А у людей, которые есть латентными ЛГБТ, это турбует. Так, все, Сережа, аккуратно выходи, стараемся. Выходим, все, давай. Потому что мы лучше пройдем пешку. Что такое, не выйдешь? Да выйду, грязь и куда. Ну, что я могу сделать, если ты везде грязь найдешься. Сережа! Сережа, а выше? Открой! Открой, открой, открой. Вот, 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 вот эту вот, наверх, поднимай. Так, друзья, идем, 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 так. О, классно, что там? Отпусти. Красина машина. Какие у вас коляра? Выбирай, Коля. Сережа, как вы, наверное, верите. Теперь идите на сквозь бичинское огорожение, начинай от тем. О, друзья, госдеп с нами. Привет. 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 Приехал Обама с Америки. Лиза, сереньки не хочешь? Ребята, а тут, наверное, тоже пройдет. Да, как? Я, как, дают вести гривену, качайте мне. Ха-ха-ха-ха. Заборы не ломайте. Как вы? Подъехали вовремя. Саня, а что ты так? Ну, Сава начал разговляти. Саня. так привет обама младший поколение обама поколения обама обама идем не оба мышей нацики приехали до пройдем пропускают нас мы продолжим нашу дискуссию 8 до весна ты знаешь я вчера вообще вообще вчера читал про эти как их политические идеологии философии главные вот меня заинтересовала республиканцы до трамп республиканец я стал читать что такое ну республиканская идеология что она предполагает снижение налогов сокращение державного сектора сбившения приватного мне кажется что где-то нам не хватает понимания вот этих фундаментальных институций что должны быть какие-то философские объект появится политические идеологии политические партии идеологические которые бы вот системные вещи пропагандировали какие-то что скажу мне кажется что у тех кто сейчас у руля страны идеология 1 хочешь заработать сам дай заработать куму вот это вот одна единственная идеология ну и естественно на царю ваты и пяты я честно говоря вот может вот честно говоря я не понимаю что в этой в этой нашей куда пройдем перейдем да пошли перейдем что в этой нашей или элите есть вообще так называемый да есть вообще что-то кроме желания приветик владик кроме желания заработать ничего абсолютно только одно единственное желание только одна единственная идеология все остальное для них вторично поэтому я и говорю о том что вот эти вот все акции гендерные так далее это все очень мелко потому что нам нужно говорить о смене системы и смене вообще элиты потому что это конечно все что все что есть все перевернулась ног на голову все я вот о чем говорю что если бы в четырнадцатом году когда начинался майдан сказали о том что герои станут врагами народа а враги народа станут героями и займут ведущие руководящие посты у авакова в мвд таких как голубан амброськин допустим там целый ряд других то ну наверное или представляете себе вот косюк который уехал в москву до представьте какой он сейчас на замом авакова был бы первым если бы остался бы не подрасчитал свалил москву остался будет был бы уважаемым человеком сейчас то есть все 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 совершенно она даже не изменилась она перевернулась ног на голову поэтому наша задача хотя бы ну как минимум поставить на свое место а дальше уже просто проводить выборы желательно досрочные конечно же желательно досрочные ну там как получится уже видите все меняется время идет и скажем то на что мы рассчитывали не всегда оправдывается не всегда получается так получается по-другому наша задача в любом случае менять действительность лучшую сторону иначе нам здесь не жить я думаю что никто не рыпится на огнемет так не одному быть с огнеметом агент кремля агент кремля враг народа я спокинусь короче говоря я вам скажу порошенко все делает возможное чтобы здесь поднялся вот эти аресты майдановцев а то что хочет подорвать обстановку специально здесь среди да народ вышел это что ему из чрезвычайное положение да 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 не проверяю где это только чрезвычайное положение красавцы поэтому они хотят народ спровоцировать он будет пробовать в крайнем случае водить но он не будет нет если какой то бунт здесь заваруха какая то будет я тебе скажу он сразу любое действие власти они в жестком на любое это беспредельщики не классишь сейчас бандиты 90-х годов и возьми почти на каждого уголовные дела идем идем все да идем им пофиг я говорю он не может нигде еще терять понимаешь Говорят, что вообще никого еще не пускают. Сейчас. Опять, наверное, какую-то маленькую комнату. Наверное, что никто не сможет. Какие журналисты. У нас суды специально такие расположены. Вы же посмотрите, как они расположены. И комнаты, как я вспоминаю. Воно ж ничего не значит, без платиши, эта карточка. А что за вкладыш потребуется? А вклады, где ты живешь, все расписано. Малая пошла флюорадофию отрабатывать. И не поцикадыши. Скорее, видится вкладыши, представляете? Мы не пресса. Мы не пресса. Скоро будет один канал Рошен. Скоро будет один канал Рошен и будут крутить шоколад. Вечный шоколад. Шоколадный медиахолдинг. Тузик. Чи ромашка. Шоколадный медиахолдинг. Шоколадный медиахолдинг. Канал не пускают. А я еще, чтобы было полное. Друзья, мы пришли. Делайте репосты. Так, мы тут. Американский президент. Иди. Брат его. Брат его. Твою родную брат. Знаешь, что, мне одно радует. Госдеп с нами, поэтому... Мы тут миссию выполняем. Секретную. Наблюдательную, да? Да. Здравствуйте. Здесь все агенты. Как не агенты Кремля, так это... Агенты ФБР. Скажи, когда уже ФБР арестует пороха? Там Саакашвили говорит, что уже порох на крючке у ФБР. Пороха, еще трошки осталось. Еще трошки, да? А, то это может ты их запустить. Посмертно? Пусть как-то так-то будет и пропадет. Я его видела. Хорошо. Деревят. Деревят. Чискового. Чискового користового? Да, чискового. Там ездили. Лиза, а знаешь, что пишут в комментариях? Дуже цикавый комментарий. Скоро можно будет возбудить дело на Киеву, поскольку он заявлял, что на телеканале Зики, что кидал брусчатку и коктейли в мусоров. Правильно? По этой логике? Ну ага, конечно. Потому что я ошибаюсь, но... А вот сейчас ФБР рассказал, что, значит, какая-то его там бабушка или кто, была арестована тоже недавно за то, что, значит, каким-то показанием она носила бензин на этот самый... Влад, ты слышал, да? На Майдан. На Майдан носил бензин? Это капец. Это вообще ужас, слушайте. Скоро пирожки те, кто носил, будут арестовывать на Майдан чай. То есть уцик с топором это нормально, да? Ты бутерброды носил на Майдан? Да. Капец, да. Это ужас. Это ужас. Это ужас. Это ужас. Это мрак. Может, ты еще в колонии двигался? Да, не зам. Это мобиль. Больше трех автомобилей. Идем? Да. Мы уже идем или нет? Да, идем. А Ваня куда пошел? Друзья, есть звук? То меняйте наушники. Мы пошли, идем. Фокин, парformed. Так вот, штаны? А это древнер здесь сюда налево. Фест? А ngườiIG sind sárt. Фест направо. Продолжение следует... 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 Журналисты, я вас очень прошу, майте уже какой-то людский сблик. Луценко закликал тоже в лучшем. Да, Луценко закликал, кто сброй. Вы сюда ходите, вы вон так срисайте. Пашисты, вы у нас здесь, а зай вас с ними взрывами, мои пацаны. Не комментируй, будут подходить просто, не комментируй. Негатив комментариев вообще не давать. Давай, что ванга, я не давал, что вةеего стопили ясно, что прям он. Вы, по-моему, может, не володок это, что вы можете услышать, есть ли человек, но они же стрелялись. Это что, они тоже сейчас приходят к криминальной ответственности. Давайте вы, мы тоже, что мы начинаем. Мы стараемся, чтобы вы были вao, и когда кого он не захочет, то оно не так. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...